Субтитры создавал DimaTorzok Здрасте, вы на канале Сейна и это экспромт-толк-видос. Добро пожаловать! Для России и стран СНГ довольно актуальна такая позиция. Неудивительно, что она у нас распространилась, потому что после непосредственного Советского Союза это было нужно людям. Это та позиция, которую было правильно, выгодно и даже грамотно тиражировать, потому что ты должен был быть пионером, комсомольцем, строителем великого коммунизма, естественно, но самим собой ты был быть не должен. Может, зачем? Зачем есть ты, ведь есть же Ленин. И вполне возможно, идея о том, что нужно быть самим собой, действительно, вот в таком ключе, что ты должен брать ответственность за свои решения, что ты должен именно сам эти решения принимать, полагаться на себя и исходить из того, чем ты являешься, она, возможно, действительно кому-то помогла и была актуальна, но сейчас она издрочена настолько, что почти не несет никакой пользы. По-моему, она несет больше вред, потому что из-за нее люди, в принципе, не допускают, что они могут быть плохими или, типа, делать что-то неправильно и, в принципе, ошибаться. То есть, вот открою сейчас, возможно, всем тайну, есть некоторая вероятность, что вы уебан и вообще плохой человек редиска. Это не точно. Вполне возможно, я также уебан. И как бы и все мы вполне возможно уебаны. Мы все делаем хуже всем остальным людям. Человечеству, блядь, в общем. И, ну, понимаете, нехорошие. Как бы серийному убийце не нужно быть самим собой. То есть, вполне возможно, педофил считает вот то, что он педофил, его идентичностью. И для него быть самим собой значит ловить в парках детей. Но мы этого не принимаем. Мы не хотим, чтобы педофил был самим собой, понимаете? И ровно так же нам не нужно, чтобы ревнивые люди были самими собой, тупые люди были самими собой. И такой список, он довольно длинный, понимаете? А из-за того, что, как бы, кругом тиражируется позиция, что главное быть самим собой. Ты там вот здесь не получилось, здесь не получилось. Вот зато ты, блядь, вот сам вот такой вот. Вот ты так вот, вот, вот ты настоящий зато, да? Вот, блядь, по-настоящему хуёвый. И вот Цой пел, все говорят, что надо кем-то мне становиться, а я хотел бы остаться собой. Его позиция понятна, потому что он видит какой-то свой путь и не хочет идти по другим. Однако многие люди используют это, чтобы оправдаться. То есть, понимаете, типа, я нихуя не делаю, сижу на жопе ровно, я вот там бедный, блядь, прыщавый, жирный, тупой. И вот, вот, понимаете, все вот это. И, да, дело вот в том, что это я такой, я вот являюсь самим собой, поэтому я прыщавый, жирный, тупой, ничего в жизни не делаю. И, ну да, это вот я настоящий. И вот таких настоящих, понимаете, вот, вот просто они все заполоняют. Вы подумайте. В принципе, сейчас люди делают исторки о том, что у них вышел новый пост в Инстаграме. Это произошло потому, что очень многие люди, заходя в Инстаграм, уже не листают его вниз, не смотрят сами фотографии, а смотрят чистые исторки. А исторки это, в принципе, вот порождение, вот начало конца, по-моему, блядь, исторки. Потому что большинство людей, они ведь, как бы, не делают ничего продуктивного, о чем было бы интересно записать исторку. То есть, допустим, понятно, зачем нужны исторки каким-то путешественникам или типа того. То есть, у которых действительно каждый день вот что-то происходит такое, зачем интересно следить, у них вполне ясно, как бы, зачем им исторки. Но у большей части людей ничего не происходит каждый день. И у человека расписание там, блядь, встать, посрать, погулять с собакой и потом вот лечь спать. И в промежутке между этим он записывает тысячи историй. Про то, блядь, как у него дела, как он посрал с утра, какой он потом съел синабон, какой синабон съела его подруга вчера. И все это бессмысленное говнище, просто копание ни в чем, в пустоте. И это считается нормальным. И все остальные просто это смотрят. И вот ловят вот эти вот такие вот, как это называется, господи, блядь, паттерны поведения. В принципе, говорить ни о чем, обсуждать ничто, не понимать ничего, ни в чем и ничего с этим не делать. Это общий тренд. Возможно, я не прав, вполне вероятно. Но я считаю, что если у тебя есть, допустим, черты характера, которые вот, казалось бы, вот, что есть более тобою, чем твой характер. Но если у тебя есть, вот, черты характера, не знаю, ты ревнивый, вспыльчивый, пассивный, вот, вот, огромное количество отрицательных черт характера. То тебе не нужно быть самим собой в этих моментах. Тебе нужно, наоборот, быть, вот, максимально не быть самим собой. Быть Петром Первым, Суперменом. Ну, а именно суть-то в том, чтобы лучше стать. Зачем вам находиться на том же уровне, на котором вы сейчас? Ваш уровень не особо высок. Люди в большинстве своем хуевые и тупые. И это относится и к вам, и ко мне. Мы все хуевые и тупые. Пока вы остаетесь самим собой, не работаете над собой, не пытаетесь, вот, когда вам хочется, не знаю, там, жену пиздануть, не пытаетесь остановиться или то же самое. Когда вы не хотите какую-то вот важную штуку для себя делать, откладываете ее на завтра, и в итоге все просирается, и вот вы остаетесь самим собой, это полная херня. Это вот просто никому не надо. Вы просто пособник пиздеца, в котором мы все с вами откажемся, если все будут самим собой, понимаете? А знаете, в итоге у кого все хорошо? У бизнесменов, допустим, которые вот, чтобы очередную какую-то свою штуку провернуть, они делают дикое усилие над собой. Вот они смотрят там на какие-то свои отчеты за предыдущий период и понимают, что они совершат скачок и вот сделают что-то вот действительно важное, если полгода будут себе просто жопу на голову натягивать, вот настолько напрягаться. И они натягивают. И в итоге у тех, кто натягивал, получается. И окей, не бизнесмены, какие-нибудь ученые. Вы в принципе понимаете, что вот чтобы стать современным ученым, нужно освоить невероятно огромный массив данных. И фишка в том, что когда ты осваиваешь какую-то новую для себя вещь, будь то направление искусства, направление философии, какую-то научную дисциплину, даже новый жанр музыки, вот когда ты действительно в нем разбираешься, через себя пропускаешь, ты становишься немного другим. Потому что это наслаивается на остальные твои знания и немножко общая картина меняется. И так и должно быть. И ученые поэтому, они вот от момента, как они вот допустим там в институте, да, когда они вот были собой, до момента, когда они чего-то достигли, они уже вообще другие люди. То есть в принципе невозможно пропустить через себя такой огромный массив данных и не стать чем-то другим. И любые успешные люди, вот за очень редкими исключениями, любые успешные люди, их всех объединяет одна черта. Они над собой работали, они вот не сидели, я такой охуенный, а именно я, блядь, должен стать лучше. Потому что иначе пизда, а иначе правда пизда. Презюмировать это все можно так. Самим собой, по-моему, быть хорошо, когда ты сам пиздатый. Вот до момента. И при том, вот этот вот уровень пиздатости ты должен тоже сам себе установить. И если ты установишь себе низкий уровень пиздатости, что мне, чтобы быть пиздатым, нужно, не знаю, там, блядь, устроиться на работу и вот все, да. Вот если у тебя такой низкий уровень, то ты никому и не нужен. Свидание. То есть очевидно, что установленный этот уровень, он должен быть супервысокий. Там вот пиздатый я, это там суперкрутой мастер спорта, да. Или пиздатый я, это невероятный искусствовед там, да. или пиздатый я, это миллиардер-бизнесмен, или пиздатый я-космонавт. То есть, понимаете, в принципе, цель, к которой вы идете, она должна быть большая и крутая, потому что иначе зачем к ней идти? Бесполезно, то есть, большую цель нужно разбивать на маленькие, но ставить себе вот как основную цель какую-то мелочь ебаную, да и так и будет, собственно, это и будет представлять себя ваша жизнь, понимаете? Вы сами определяете масштаб собственных действий, но вот как раз выбирая свою цель, вы и проявляетесь. Вы это то, что вы выбрали и сделали, а то, что вы выбрали, потому что это дает вам право нихуя не делать, это не вы. Ну, или это вы, но тогда вы говно. Собственно, да, что-то экспрессивный видос, накипело, блядь. В общем, если вам понравился такой формат, то пишите, звоните, блядь. Просто, в принципе, то, что я вот так распинаюсь на эту тему, дело в основном в том, что меня, в принципе, волнует очень сильно русская молодежь нынешняя, как минимум, потому что я являюсь ее частью, и потому что я вижу некоторую трагедию в том, в какой ситуации она оказалась. Если вам вот интересно, в принципе, мои измышления на этот счет, может даже не только в формате экспромта, то, собственно, пишите об этом в комментах, я бы с удовольствием сделал там типа ролик. Трагедия русской молодежи. Вот. А ты знаешь, кто, кто подписки. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...